Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо. У нас ведь как? Заезженные какие-то формулировки, фразы в государстве. Что бы кто ни сказали вверху, а на малограмотность, на невежество это падает, как на благодатную почву. Одно время возникло консенсус. И вот везде консенсус. Я спрашиваю, что это? Председатель? Никакой ревизионной комиссии. Он толком не может объяснить. Управляющий? Спрашиваю. Тоже не может. Я говорю, зачем же ты употребляешь это слово-то? Кто его применил? Одно время вышло слово от Горбачева «духовность». Как влепились мы это? И попы, и патриарха все. Да нет такого слова в Библии «духовность». Духовность это что такое? Сняли развратный фильм. Тогда на больших коробках. Сверху крестик поставили и нашли знакомого архиерея. Он благословил, руками махнул над ним. Все, духовность. А там одна пакость. Вы никогда не идите на поводу у слов, какие есть. Вот возникло слово «толерантность». Была тема, это поднято и очень высоко. Меня пригласили тут какой-то конгресс был даже. Не могу назвать там, что это. Пришлось мне говорить. Я знаю, что сказать. Но передо мной выступил доктор юридических наук Сорокин Виталий, кажется, звать его. Он хорошо знаком с Севастьяном, с нашим юристом. И после него мне практически не пришлось говорить. Толерантность это что? Терпимость. Слово заменяет. Терпимость. А он говорит, ни один верующий не может быть толерантным. Он не может всех принимать заодно. Но мы, мусульмане, это разное. Мы признаем Христос, что это спаситель мира, а не просто пророк Божий, посланник Аллаха. Мы говорим, он умер за нас. Они говорят, нет, он его взял. Он не умирал. Мы говорим, Моисея была Мариам. За 1600 лет до Богородица. 16 столетия. Коран говорит, что они были родные сестры. Бред. Я не могу с этим согласиться. Что сестра Моисея была родная сестра Богородица. Нужно ко мне, понятно. 1600 лет, между ними прокладка. Не употребляйте подобные слова. Вот сказали, говори. Сразу, о, это лидер. Лидер, ну, вообще-то ничего. Это фюрер. Дальше, а что? Харизматический. Это слово в мозге. Все, харизматический. Вот тут рядом харизматический лидер. Что, тоталитарность всех-то? Тоталитарность объяснить не может. Я спрашиваю, ты уже 10 раз язык сломал на нем. Без подготовки-то, как книга про Альпоминон или Азербайджан, не выговорит Брежнев. Зачем ты употребляешь эти слова? Ну, становись в сула и будь лидером или кем-то. Везде есть лидер. Лидер, это означает ведущий. Вести. Вести собрание. Я объявляю каждый раз, ну, давай ты бери. Где у меня Надежда Мухата? Вот. Она говорила об этом деле. Я сказал, ну, подготавливай, братья. Никого после удержания нету. Все отказываются. А батюшка сказал, ну, я уезжаю. Ну, правда, он едет, причащает больные. Опять пусто. Ну, что, будем стоять просто, друг на друга смотреть? Поставлять их надо. Я готовлю всю неделю. Даже если я не буду говорить. Что за эту неделю было? О чем надо усилить молитву? Что впереди? То есть планы как бы нарисовать. У меня на этой неделе были неприятности. И неприятности как будто от меня не зависящие. В воскресенье я кому хотел показать, как голубь с крыши слетает, зимой на руку садится? Кто? Татьяна? Вот. Я его кричал, кричал, а его нету. Голубь такой у меня ручной, но один. Остальные, когда я залажу, они там меня оккупируют. Но на улице, чтобы с крыши и сам по голосу вылез из голубятни, его нету. Я говорю, надо же. Не вылазить. Почему не вылазить? Я не знал, что там большая беда. Это лучший голубь он всегда здесь съел. Маленькое пятнышко справа, Миша, знаешь где-то. Чтобы в гнездах было, не дуло там проще там, я взял, сделал картон. Обвернул картоном. Он туда залазит, и картон немного отодвинулся. Гнезда узкое, и он не может, у него на ногах-то перья. Он не может там развернуться, и он сколько ни бился, крылок под себя подвернул, и зашел он мертвый там лежит. Он застыл, полный зуб, он ближе всех, кого у меня был, семечек больше всех получал, и он не мог вылезти. Но в этом ничего нет, просто моя внимательность. Я залез, и теперь весь картон отовсюду убрал. Вот так маленькая небрежность не заставила меня насторожиться. И он не выходит, это необычное. Я залез, и в это время он еще живой был. У меня надо только было залезть. Второе, в дверь нам поддувает ветер. Неизвестно почему сделалась такая щель. Видимо, стенка отошла. Николай Кручевин даже готовился. Вот это можно сделать, там упереть. Но не сделали. Зима-то наступила. Ну, решили поролоном пробить. Володя побежал. Я это не знал, я бы не разрешил. 500 рублей отдал за поролоновые. Как коврик такой. А его когда сожрешь, он маленький. А толщина его может сантиметр четыре. Ну, решили, он отрезал. Прибили, я говорю, скобка очень близко к косяку. А теперь прибили еще там рейка. Совсем близко, мы руку повредим. Я сказал, только сказал. Надо было не делать этого, я сделал. Дверь пятерка. Толстая, обитая, она тяжеленная. Я на улицу, мороз, 38-39 градусов. Я дверь на собой дергаю, рука-то не попадается, палец мой туда. Я подумал, переломил палец. Я только сегодня снял повязку. Он не может отойти, кровь не идет. Я там в избе-то холодно, я не топлю. Ведро угля экономлю. Володя, нет, вечером придешь, мы затопим, чтобы тебе было тепло. А я выдержу. Я бился, 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 палец шевелить. Вроде бы шевелится где-то. Ну и сегодня, чтобы с повязкой не быть, я это снял где-то. Значит, помолиться, чтобы палец мой работал. Я даже не ожидал, что он мне не будет сломан. Это Бог просто какое-то чудо сделал. Чудо. Я все время смотрю и опять благодарю Бога. А представь, в таком возрасте сращается плохо. А мне надо работать, на клавиши нажимать. Я ни о чем больше не думаю. Мне это главное нужно. В прошлый раз я говорил, у нас в книгах везде фотографии цветные. Делали они на 4 страницы, а сейчас делают на 16. Вот такие листы. Это по размеру нашей книги и без всяких полей вплотную. То есть как можно больше рисунок сделать. Видите, в одном месте они стоят прямо, а в другом месте сверх ногами. И теперь, когда перегнешь их, то оно получится как надо. И теперь ее пришивают. Это называется вклейка. На одной вклейке бывает, вот здесь вот сколько? Ну, 16 картины. 16. Это 16 страниц. Это для Нового Завета. А у нас бывает пополам 2 фотографии. Это получается на одну вклейку 32. А бывают мелкенькие фотографии. Я их делаю 4. Ну, главное показать. Это 64. Ну, как и вставить. Это особая, такая трудная программа. Алексей привез и ее установил. Я ему сказал, Алексей, ты будешь делать. Или ты меня научишь. Это очень длительная операция. Чтобы поставить одну картинку, требуется 25 операций сделать. Одну. А их 64 на одном вот этом листе развернутом. Это 25 раз я должен ткнуть, из одного состояния вывести в другое, куда навести стрелку. Где ошибся, все пропало. Если я сделал уже вот здесь положенных 63, когда маленькие. Ошибся на одной последний день. Я все выбрасываю. Это невозможно все сделать. Ну, насколько рассчитано было, ну, где-то там, может, в феврале закончить. В воскресенье прошедшее Алексей меня научил. Я записал. Записал и сразу же запутался. Он ушел. Я говорю, Алексей, я начну путаться. Ты мне позвони. Ну, я с ним созвонился. И он давай по порядку ведет меня, ведет по записи. Я вижу, вот в одном месте неясность была. Я пишу, тороплюсь. И я ровно за 5 дней все сделал. За 5 дней. Я обработал 1041 фотографию. Я вам просто говорю, что никогда не надо опускать руки. 1041. Это означает 32 подобных клейки я обработал уже. Все. Но надписи, как сделать, вот здесь сделал Алексей, его нету. Я так и не могу делать. Они делаются большие, не могу уменьшить. Это другая программа тоже. Ну, в этой программе, ну, тонкости. Где у меня, Виктор? Не покинь меня сегодня. Без вас я ничто. Это вот на этой неделе что было? Практически, ну, будет готово. Напоминаю, издание этой книги, одной мы приготовили. Все уже приготовлено. Будет 4 тома по 800 страниц. Проповеди в стихах называются. Это мои стихотворения. И они на полный лист получаются. 36 строчек стихи, а вмещается 40 эпиграф. И между эпиграфом бывает строчка. Да, ровно все. Такие стихи не бывают. Это тысячу. Это 3096 стихотворений. Это 4 тома. По строчке, по запятым, по всем я полностью прошел и уже сдал. За это время, вот как приехал. Вот это полтора места ушло. Это чьи-то молитвы. Я только заканчиваю. Говорю, кто же так молится? Я бестолочь такая. Не могу понять. И у меня все получается. А так получается. Встану, так хочется ударить в ладоши и сказать, дай пушки, дай да молодец. Какие у меня помощники-то? То есть помолиться, чтобы и последнему в этом деле надписи делать. Как-то тяму Бог мне дал. Сообразить как-то надо. Заходите сюда поближе, а то мне удобно. Как-то это будет. Помогите. Отсюда может. Я не вижу там у нас гость. Вот. Вот так, смотри. Вот так, хорошо. Тут рядышком будете со мной. Я рассказываю о чем. Склейки практически закончил уже. И узнать, удастся или нет. 340 тысяч требуется на 1 том. Умножить на 4. Ну, получается где-то почти 1 миллион 400 тысяч. То есть абсолютно не подъем. Но с людьми надо говорить об одной книге. Я вопрос первый задаю. Нужны ли они эти книги? Сейчас книг у нас кончились. Мы серьезно начинаем готовиться к летнему миссионерскому делу. Кто-то на нас работает. Я примерно так догадываюсь. Выставляет в Ютубе материалы о нас и все хорошие с пояснениями. Где я выступал, в каких библиотеках. Меня в Ютубе надо научить. Где Виктор-то? Вот. В Ютубе меня научить надо. Как выставлять? Это на всех где-то там фильмы и прочее. Я не умею. Ну, что про это говорить-то? Я кое о чем вам буду говорить для памяти и чтобы вы об этом помолились. Вот люди говорят, а чудо у меня никакого чуда не было. Ты сам являешься чудом, неописуемым чудом. Только те органы, о которых апостол Павел говорит, нога не скажет, я все тело. Ноги. Мы ценим, что такое ноги? А вот оцени. Вот сегодня у нас человек, который ходить не может. Несчастный случай. Приходится ходить на коляске. Ладно, если есть здесь друзья, есть родные. А если никого нигде нету, где он будет? Доказать не надо. Это не Америка. Нам подъезды специально для них не подготовлены. Здесь лифты не подготовлены, как в Германии. Для них там все готовят. Здесь ничего нет. Он многое должен уметь. Посмотри на свои ноги и поблагодари Бога. Вот у меня палец замотан был. Я не могу ни руку не вымыть. Вчера надо выжать. Я вчера с морю боролся. Морь залезла и пощикала там. Я их достал, все эти носки шерстяные-то. И два раза в кастрюлю налил кипяток, прокипятил. Ну, дезинфекцию произвел. А потом надо сушить. Зачем не сжег. У меня такой напряженный день был. Я не могу сам взять. Володю просить приходится. Рука-то такая еще. И тогда думаю, Господи, как же я вчера-то не ценил, когда палец-то мой нормальный был, хороший. Научитесь каждый день вечером поставить как бы на учет и поблагодарить Бога. Какой же день-то хороший. И сколько ты дал. И когда человек говорит, сегодняшний день хуже вчерашнего, Библия не одобряет. Ты говори наоборот. Вчера так много милости было, а сегодня еще больше Бог дает. Это его милость великая. Потому что мы представляем ценность не для семьи только, но и для Бога. Я вот один вопрос в интернете зашел. Там у нас был в общине Волков, Слава. И он давно выставил материал. Почему я ушел из крестовозвижного скобства? Я считал, но никого нет рядом. Я просто смеюсь. Он сначала вспоминает, как было хорошо, как уверовал он. А потом увидел, что Лавр, метрополит зарубежной церкви, с патриархом вместе за столом сидят. Я понял, не туда церковь идет. Это он понял. Богослов такой. И на него ссылается. И хорошо, что он выступил. Остальные не исследуют книги, не смотрят, а на него ссылаются. И один из знаменитых богословов, Волков, там выступает где-то там, богослов. Понимаете? А он больше как-то ушел в мертвая зона. За ним больше нигде ни одно слово нет. Воспоминания только наши. Я вот чему сказал. У нас были люди, которые уходили не по одному, а по нескольку. Вот они сидят там где-то у Муравлева Игоря на кухне, посиделки. И начинают судить. И начинают, конечно, меня. Книг не было. Я не такой. Но община нравится. Вот хотели они создать такую общину, но без меня. Ну, создать хорошее советское государство, но без большевиков. Такой лозунг был одно время. Без них. Ну и получилось ли? Я говорю, вы задумайтесь об одном. Вот вы сидели. Я их могу перечислять всех там, какие были, Еременко. Все одинаковые. Пятеро, все одинаковые. Одинаковые в чем? В осуждении. В осуждении они были одинаковые. Но вот они выходят из общины только до двери. Один идет грекам, один идет старообрядцам. Он как раз, слава, пошел. Белокринецкая иерархия. Несколько человек в московскую патриархию. Одни в новую жизнь. Один в прохановской, называется, евангельские христиане. То есть все пятеро в разные стороны. Я говорю, неужели не надо задуматься? Пока мы не знаем, какая сила вас объединяла здесь. Вот мы не знаем. Мы знаем, день Пятидесятницы. Языки соединил в один язык. Вы понимали. Вы понимали, даже находясь в общине, уже духом несобщенный. И вы были вместе. Но дух, который бунтарей вам посадил, довел только до дверей. Дальше он кинул в разные стороны. Кто? Не надо ума никакого. Он подходил и просил, чтобы я сел вас как в шрицу. То есть разбросил в разные стороны, и где никого не было. Какой это дух? Притом это постоянно и все время. А вы говорите, вот кто от нас уходит, ему будет плохо. А чего плохо? Что я за тобой? Я не мусульманин. Я говорю, будет плохо. То есть что плохо? Хуже, чем было. Ни у одного духовного роста нет. А почему? Одна есть притча. Из дома отца ушел. И кем стал? С блудницами? Со свиньями? И мы это знаем в разные секты ушли. Отреклись от всего, что имели. Ну как имели? В первую очередь, они были неверующие. Они стали ходить на занятия в Алтайский государственный университет. Иные пришли в медицинский, где, допустим, я ввел занятия. Педагогический, в аграрный, в медицинский. То есть я ввел в 5-6 университетных занятия. И потом в АГТУ. Там только 17 лет я ввел занятия. Они там обратились. А когда пошли, они говорят, да я и без тебя верил, я знал. То есть корни обрублены. Корни обрублены. Есть такое, я не знаю, как назвал, певческая группа, песняры. И они очень интересно поют. Вот Паланес Агинского слова написали. На горе виден высокий храм, слова. Туда я бегал в детстве сам. Любил смотреть на образа, каких там в глаза. Слова очень хорошие. Там слышали, ну, звуки благовеста. А потом про Паланес говорит. И он говорит о том, что... И перечисляет все, все, все в песне. И мы должны вернуться к корням. Нам необходимо вернуться к корням. На моем форуме я поставил. Трогательно. Но одно дело играет Паланес. Мы привыкли музыкой. Вдруг слова. И они сидят, их показывают, как они поют. Ну, и не дергаются. Солидно сидят. Дергаться не надо у кого-то талант. Штоколов никогда не дергался. Это мы просто... Я говорю о том... А Робертин Лоретти никогда не бегал, не прыгал. Почему? Его талант все побеждал. А сегодня он кривляется. Там Моисеев кто-то прыгает, бегает. Потому что таланта нет. Он думает за счет того, что вышел, выступает. А вокруг него 10 голых женщин. И все будут смотреть. Да они на них смотрят. И особенно повернется каким боком. Талант настоящий. Он все заглушает. Ему не нужно сопроводительные ансамбли. Никакие. Единственное, что может быть, там гусли и скрипка играть. Потому что гуслиц был при Елисеи. Чтобы дух Божий коснулся сердца. Я говорю все как бы к тому, чтобы задумались мы, что нас окружает, какие люди, что они нам говорят, куда мы должны вернуться к корням. Вот от этих корней ближе всех оказался Геннадий Фаст. Бывший минонит. Бывший преподаватель Томского университета физик-математик. И он обратился в моем доме. И где бы он ни выступал, что бы он ни писал, он везде говорит. Начало мое было там, где я встретился с Игнатьем, Латкиным беседовали. Весь интернет этим заполнен. Это единственный человек, который в интернете все время подчеркивает свои корни. И более плодовитого никого нет. У него книга за книгой выходит. Какие книги? Это книги столетия, как полное толкование письм и песней по всем святым отцам. В нашем трехтомнике Нового Завета помещено толкование откровения, которое он собрал. У меня многие пришли сектанты в доме. Из баптиста, письм, сятник, адвентисты. Но такого плодовитого никого нет. Он сегодня настоятель в Абакане, Хакасии. Это южнее города Минусинска, Красноярского края. И по сегодняшний день, даже нельзя, я ни с кем его не могу сравнивать. Труды его огромные. И поведение его какое. Я ролики выставил, когда мы у него нынче там были. Не обрубай корней. Те, которые обрубили, говорят, да мы до посещения занятия такие были. Все отнято. То есть корни обрублены, ничего нет, но с этого момента начинайте. А с этого момента трудиться-то не умеют. Ничего больше нет. Если ты помнишь, откуда ты, я помню, откуда я. Я помню, что наша семья была, это были кержаки. С детства я впитал это, чтобы посты соблюдать. Дальше этого мы не шли. И потом я искал, когда Бога, я встретился с людьми. Тогда называлось баптисты, вера евангельской пятидесятники. И там еще соединили их троих в одну. Москва соединила. И тогда они там в одном доме собирались. И я там впервые увидел Библию. Впервые дали мне Новый Завет. Я в первый вечер покаялся. Но я каким был остался. У них рукой не крестятся. Я каждый день под одеялом все равно крестился. И началось то, что с поклонов. И Бог так показал. Но я везде подчеркиваю, где мои корни. И поэтому обильно Бог благословляет. Поэтому я сегодня черпаю хорошее у баптистов. С кем бы ни встретился. С мусульманами, с ягодистами даже. Я везде стараюсь найти, что полезное для нас. Как говорят, что нас объединяет. Нас ничто не может объединять, кроме Христа. Все остальное человеческое. Если знает нас Святая Библия, у нас есть знакомая. Тогда мы начинаем искать общее уже. Никогда не ложитесь спать, не подвергнув анализу не только прошлого. Но главное сегодняшний день. Что у тебя было? За что благодарить Бога? Господи, а если я умру сейчас, то есть отойду в вечность, с чем я предстану? Вы слышали сегодня, первая была проповедь прочитана, что не видел глаз, не слышал ухо. Это вообразительность. Если бы мы в это верили, разве было бы так? У нас некоторые вот есть, я не вижу даже, которые молодые здесь, не приходят иногда. И вы их там толкните, чтобы они голову подняли. Вы понимаете, вы сегодня пропустили завтра, а послезавтра вас уже туда не тянет. Это как мужчина, привык гулять где-то, сегодня пивушка, завтра, ни семья, ни жена, никто ему не нужен. Люди, которые не принимают никакого участия в государственном устройстве, все должны принимать. Не Путину помогать только, хотя мы обязаны ему помогать, нормальную жизнь создать. То ничего не будет, ничего нельзя сделать. Вы вот услышали и думали, как теперь я буду? Я почему-то всю неделю помнил, у меня так пошло гладко с этими фотографиями. Я себе составил как бы график, я сразу распределил, как выходить. Смотрю по часам, на что уходит время у меня больше всего. И уже через день у меня пошло, я просто механически вот так, с такой скоростью переставлял. Вот на каждую, это 1041 фотографии, 25 я должен переключения сделать. Ни одной ошибки не сделать. Что про редактировать? Редактировал, впервые редактировал свои книги, это 3096 стихотворения. Ну, пополам поделите, со стороны это 1500 с лишним. На каждую операцию на это 50 переключений я должен сделать. Это все уже сделано. Я только встану, Господи, кто ж так усердно молится? И думаю, все молятся. Это невозможно сделать. Глаза не глядят, я кое-как протру, возьму святой воды, глаза слезятся. Ну, по 16 часов каждый день провожу за компьютерами, по 16. Норма 2 часа, кажется, 30 минут, это предельная норма. И это я 9 лет так сажусь, 9 лет, 14-16 часов. Но нам есть с чем выйти. Это Бог благословил, Бог мне глаза сохранил. Я все время говорю, чьи же это молитвы Бога достигли, что моя достигла и по моей молитве, мне страшно подумать даже это. Прошу помолиться, чтобы остатки мне доделать, эти надписи. Совершенно не понимаю. Попробовал, посовался и ничего не знаю. Открою фото-карту, что она не закрывается, ни одного нету, ни закрыть ничего не надо. Ctrl-Alt-Delete, дальше убираю, и больше ничего нету. Так, по Ютубу кто возьмется меня подлечить? Витя, где он? Витя, ну возьми меня, выведите туда. Я сам работать начну. Я почти, еще немного я буду без работы. Вы подумайте, что со мной будет. Одно время у меня компьютер сломался, а Алексей Загуляев сломался он в понедельник. Ну я сразу, что делать? Помолился, пошел, вижу, там в деревне так. Я надоел в один день всем. Батюшка уже говорит, Алексей, ну сделай компьютер, он тут лезет во все дела, обещается тут. Ну пусть он там отдельно сидит. Ну батюшка-то смехом как бы говорит. Когда здесь были, эти дома я получил за то, что я был арестован, сидел. У меня конфисковали много фанатевку, а потом я судился 11 лет, процесс выиграл. И батюшка говорит, хорошо, что брата моего посадили, а сейчас собираться негде было бы. Это тяжелый старообрядческий юмор, называю ее. Так, об органах своих, которые есть, за все посмотрите себя внимательно и поблагодарите. Я плохо слышу, но хочу сказать, вот кто считает, ребята, вы считаете хорошо, но все-таки напрягайте голос. Я никогда не забуду, когда я был во Фронзе, и там священник один, крещение проводил, 25 человек примерно у него было, Бузмаков. Ну хороший батюшка, ну хороший как всех, на всех про всех покрестить. Вот как они вошли и покрестить, 25 человек, у него просто 20 минут ушло. Он все абсолютно выпускает, и я подошел, я говорю, я хотел, когда всех он отпустил, ни одного слова не учил, ничего, ну которая помогает, там воду меняет, а она успела маленько что-то сказать. Я подошел и говорю, батюшка, я хотел, что не успел покрестить, заводи. Я говорю, да нет, как же ты так крестил, ты вот это не читал, он вот так кулаком меня в бок ударил, ну перестаньте, поехали в ресторан со мной. Я говорю, я напишу архиерею, а архиерея все знает. Я архиерею написал правила, каноны, я говорю, ну и слова Яна Златоуста, все, что натворят священники, архиереи, это вас архиерея касается, рукоположные вами, вы за это ответите. Которых священник незаконно крестил, за них за всех ответишь, ненаучные, которые пошли. И архиерею все написал. А мой брат Павел ездил там свечи, там еще требовалось брать, это Ташкентская епархия, а это было во Фрунзе. И он говорит, я вот письмо получил, а так кто он тебе будет? Он говорит, это мой брат родной. Это он что, сам написал? Он говорит, да, да как так канон? Так он писал, так говорит, там в церкви стоял, говорит, на окне писал. Так у него и книг не было. Конечно не было. Вызывай его, я его рукоположу в священнике. Он меня вызвал, архиепископ Варфоломей, ну и там меня передало на, на покое, называется, не на пенсии, на покое священник, отец Василий, известный тем, что он всех записывает, и утром перечисляет имена, два с половиной часа только, кого он поминает. Ну он мне подсказал, ты только громко кричи. Он сказал, архиерей любит, чтобы голос был хороший. Я говорю, ну такое. Я покричал, но я сейчас не определю, архиерей определит. А архиерей на завтра меня уже, пробный, давай, громче, я еще громче, громче. Я тогда со всей головушки начал кричать, он говорит, сильнее не можешь, нет никак. Слабенько, ну ладно, пойдет. Ну нигде, микрофонов-то нет, храмы-то большие, пустые, а кто здесь сядет, ты же не стянешь туда. Ну и вот он идет, и мне в это время надо кричать. Я не знаю, у меня что-то, какие-то слова там, я же не дьякон еще был-то. И не можешь больше нет. Он так жезл, как держал в руках, меня жезлом в бок ударил-то. Не знаю. На завтра мы с ним не сошлись. Он увидел, я рассказал про отца Дмитрия Дудкова, книжечку о нашем уповании дал. Он говорит, да он же сейчас в гонении. Ну когда сюда книжку, я дал. Он говорит, давай обменяем на Библию. Я говорю, Библия и его, они не равны. На Библию ничто нельзя обменивать. Ну и я не могу, это он мне, духовный отец считается. Он говорит, ну ладно, иди погуляй. Во дворе я погулял, он меня вызвал, знаешь, я еще подумал, я тебе три храма давал, любой, поставлю тебя. Но я вижу, что у тебя там вроде талант такой. Тут я найду кого-то. Дал денег, на самолет, поезжай домой. Поезжай домой. То есть, наша тут толерантность, а у тебя толерантность, значит терпимость, дом терпимости, я сказал тогда про этого, Сорокина, не пойдет. Мы должны быть терпимы к людям, к недостаткам. Помочь ему встать как-то, не так, а ты была плохая, я с тобой знать не знаю, или ты плохой, нет. А терпимость веры не может быть. Врач не может соглашаться с шарлатанами, что они лечат правильно. Если люди больше ничем не лечат, так как земельки поживать с могилы. Но я не могу с этим согласиться, если лекарства, стриптоциды и все это. Так что у верующих должна быть четкая грань, где мы соглашаться можем, где не должны, а где не должны молиться с еретиками, с отступниками. Я говорю о болезнях. О болезнях очень много жалуются. Заболели, ну разные болезни где-то. Я практически ни разу в больнице не лежал, кроме операции, когда делали, меня со стройки привозили. Людям не нравится, когда я показываю на себя. И ты не болеешь, вообще не болею. Он говорит, у меня все болеет, это естественное старение организма, это не болезнь. Это сигнал, и готовься, скоро тебе уходить надо будет. Не болею. Ни одного бюлития не было. 35 лет в стажу. Стройка. 42 градуса там мороз был, и голыми руками стеклить приходилось. Ну парализовал обе руки, но через год-два там у меня руки отошли, как вылечили. Но это не болезнь, это повреждение, насилие организма. Три у меня грыжи позвонковые, большие тяжести носил. Но это не болезнь. Это организм не выдержал от тяжести рельсы, шпалы, которые я носил. Это не болезнь совсем. Но я поднимаюсь, я хожу, я кланяюсь. Где-то года, наверное, 4, я не мог кланяться после операции на позвонке. А потом что-то хрустнул, теперь я делаю настоящие полные поклоны. Смотри, какой. А у меня там вырезали что-то. Но благодаря моему желанию, Бог услышал, я каждый раз делал оговорки. Я не могу не смотреть, а теперь я не могу говорить. Я просто обязан. Маленький еще. У нас работает здесь с Кащегаром Володя. Вот он снимает как раз. Батюшка с ним договорился о цене. Откуда эти деньги, Виктор Андреевич, когда платят и как? Он проводит очень много времени здесь. Он бегает, утром приходит, вечером приходит, сюда бежит. Ну, вам не надо заботиться. Тем более при такой температуре. Я уж не говорю, что он у меня и воду носит, и уголь. Ну, топить печку я сам топлю. Я не разрешаю никому. Значит, чтобы он не был обижен. Держи на контроле. Значит, братья не приходят. Ваша задача, Фитри сказал хлопцы, братья, сделать хорошую горку опять. Я думаю, тут старшим надо попросить Костя Мухон. Где он? Он дома. Его нету, что ли? Он дома, дома, дома. А? Дома. Дома. Ты ему скажи. Желательно, потому что он знает, как делать. Игоря-то Дубунова нету, вот он сидит. Он те годы все это знал. Какие щиты? Пусть ко мне подойдет. Снегу нынче хватает. Детишки любят кататься. Это нужно будет сделать. Вот у меня есть несколько моментов таких, которые хотелось поговорить. Люди иногда говорят, я не знаю свой талант. Притом мне это говорили на занятиях и везде. Это неблагополучная обстановка. Я ежедневно, а мне 73 с половиной года, я ежедневно молюсь и благодарю Бога за таланты, какие он дал. Прошу Бога прощения, что я неправильно ими пользовался. Прошу помощи открыть, обнаружить таланты и дать превращение по сегодняшний день. Я не думаю, что я раскрылся полностью. Мне нравится выражение Льва Толстого о старости. Старость это не угасание, это раскрытие всех талантов, которые гасились невозможностью, работали где-то. Поэтому мне Бог дал немножко анализировать. Есть такой фильм у Никиты Михалкова «12». Там евреев, он говорит, это все еврейские штучки на евреях там. А еврей пришел, да, я еврей. Да, при всех прочих недостатках у нас есть одно положительное качество. Мы умеем задуматься. А вот только что я вернулся и стали, что там, в стартере? А там неплохо думаются. Он еврей-то. Я скажу, что этот кабинет задумчивости, может быть, ума кому-то даст. Начните искать талант. У тебя должно быть что-то такое, что ты увидел, что ты награжден Богом талантом, а не потому, что ты в школу ходил. У тебя с детства это было. Вот у меня был с детства талант, страх Божий. Это особый талант был. Я никогда, кажется, не терял, чтобы на час больше стать неверующим. Даже маленький, когда был, и думаю, мне кто-то бы сказал, вот, чего у тебя нету, мы тебе дадим, но только пять минут быть неверующим. И я подумал, никогда. А из этих пять минут я умру, я буду в аду. А Евангелие, еще до Евангелия, еще мне надо было идти 20 лет. Я уже все время задумывался. Один в степи, дым идет, и будет земля гореть, мама говорила. А сейчас дым, может быть, это уже где-то рядом, что это не совсем рядом. Я все время, а мне пять лет. Я сумками отцу на поле за 4 километра несу обед. И однажды Бог услышал меня, я услышал голос под землей, я упал на землю и стал слушать, что под землей растения дают знак какой. Говорить боязно. А однажды Бог показал открытое небо. Но я это услышал, когда мама рассказала и говорила об этом. Она говорит, тетка Пелагея видела небо открытое. Я говорю, а когда? В четверг утром. А я как раз в четверг утром в Корчине был и видел, как оно распахлось, как створки раскрылось. И такое, знаете, вот как фламинговый свет от горизонта до горизонта. А была темнота ночью, и потом медленно-медленно опять сошлись и закрылись. Я ничего не видел. Но она в это время ходила за жеребцами по Теряевке, и она утром шла и это увидела. И маме моей сказала, ну я соединил, что это, я шел в школу, запнулся, упал, а упал, чего не понимать, непонятно, в темноте и увидел. Никогда не считайте, что у тебя что-то невыносимое, что-то тяжелое. Ну поставь себе за правило, никогда не пропускать богослужения. Вот я говорю, у меня стаж 35 лет, я ни разу на работу не опоздал. Чтоб тебе было понятно, в РСЗ где находится. Вы знаете, где в РСЗ? А жил на Шангина, это на Булыгина, Булыгина туда. И все время пешком, каждый день туда и обратно. Потом за 4 километра в Искитиме реконструкции города я ни разу не опоздал. Ни разу. Даже не понимаю, как бы это выглядело. Поэтому тебе данное задание, Игорь, внимательно будь, задание выставить что-то, сделать. У нас сейчас благо, будильник не работает, а Сергей Пупков, он каждое утро в 4.40 нам звонит. Я подхожу и говорю, ты хочешь, чтобы вставать вовремя? Ну попросил тебя утром раз, телефон вызвал, ты его не открываешь, чтобы ему не платить. Но ты уже поднимешься. Не дает согласия. Как можно? Когда даром, с любовью брат делает, он будет поднимать, вы вместе помолитесь. Если домашней молитвы общей нету, вы поймите, вы чужие будете все время. Нас объединяет только Христос. И объединяет это на молитве. Это заряд на весь день. Вечером, кто раньше ложится, позже сначала помолитесь, а потом разойдитесь. Вот у нас вопрос стоял, еще такой. Как нам принимают в общину? Мы говорили, как? Если во время занятий где-то, мы с человеком знакомимся, мы никого к себе не зовем, такое правило. Но он говорит, а мне вот охота к вам попасть. Раза два-три скажет, тогда мы посылаем к нему людей, он на дом он принимает, посмотреть, как живет, если учится на работе. Но потом ему понравилось, к нам пришел, тогда он уходит, готовится к окрещению. Иные говорят, да все пишут заявление на крещение, это и есть вход в общину. Сейчас говорят, да кого у вас не было, что церковно-приходской совет принимает. Я попросил нашего юриста, Баур, вы знаете, как правильно звать, Эдуард Викторович его звать, а Севастяна, он получил имя в крещении. Я говорю, устав у тебя, и он в краевом отделе юстиции. Скажи, пожалуйста, какой порядок приема в общину у нас? Погромче. У нас есть свой устав, который был зарегистрирован в управлении юстиции. Этот устав мы разрабатывали на основании устава, который нам прислали из зарубежной церкви. Ты на первой стороне, покажи, покажи его, Володя. Нормальный приходской устав это образец устава, который нам прислали. Когда мы регистрировали первоначально устав в управлении юстиции, ну, часть положений нам сказали, это не надо, закон не требует, в том числе и что касается приема в общину. Но в нормальном приходском уставе, в котором мы во внутренних делах мы должны были руководствоваться, всегда все написаны. То есть им не надо в юстиции там разбухшие такое, они сказали не надо, а он в действии был. Все члены прихода вносятся секретарем церковно-приходского совета в особую приходскую книгу. Прием в члены прихода, ну, в общину, соответственно, у нас производится церковно-приходским советом по письменным заявлениям. То есть вся зарубежная церковь таким правилом. А мы раз туда вошли, тогда мы это все приняли. И теперь это у нас где-то было записано. Теперь, в связи с изменением законодательства, и в этом году нам пришлось нести изменения в устав, то есть серьезно его перерабатывать. И закон теперь требует, чтобы в уставе было указано, как принимается общий, как принимаются члены общины. Поэтому на общем собрании в мае, которое было у нас этого года, и теперь зарегистрирован уставе, у нас написано, что вот в уставе внесено член... Покажи отдельно, вытащи, как документ выглядит. Я с этой стороны вижу документ вообще не такой красивый. Покажи. Это свидетельство о регистрации. Вот у нас устав. Володя, покажи, чтобы он мог заснять. Вот устав у нас. И вот тут, если можно, регистрационный номер там все это, какая? Ну, может... Вот так, чтобы она не блестела через бумагу. Ну, у меня это ксерокопия. Медленно так, подожди, он заснимет, пускай. Что мы зарегистрировали? Ну, православная община. Никакая, ни секта, ничего. Это все остальное, это бредни. И теперь у нас в уставе раздел 3 членства общины. Покажи ему тоже, пусть он заснимет его. Плотной его уйдет. Все видно? То есть, все официально. Здесь тоже написано, решение о принятии члена общины принимается на заседании церковно-приходского совета. И, соответственно, в полномочиях церковно-приходского совета точно так же написано, что церковно-приходской совет принятие члена общины, полномочия ему. Мы же по Теряевке всегда заседали. Тут вот какое дело. Это то. Как то? Когда... У нас иногда... У нас иногда бывало, что мы допускаем докрещение, но иногда, независимо от нашего решения, батюшка принимает решение, принимал решение крещения, независимо от этого. На будущее, чтобы знали. Их к этому побудило, что, когда читали общего, Вадим Попов был членом церкви, ну, общинозащитным-то. Ну, мне сразу позвонили, а как это может быть? Я батюшке позвонил, здесь сверился, этого нет. Но перед ним мы не правы. Дело в том, что, оказывается, он подавал заявление. Теперь у нас не написано, в течение какого срока он должен рассмотреть. У нас не написано. Ну, я думаю, порядок такой, что в течение месяца разбирается. Это как раз он побудил, и благодаря не Богу. Если не разобрали, мы виноваты, потому что никакого срока не назначили. Это недостаток устава в течение одного месяца. Было такое, что не разбирали. Было такое, что, ну, явное дело, что, что разбирать, батюшка поговорил, и узнали причина его прихода не та, и не зачем Сарковно-Приходской Совет собирать, потому что не все мы вместе. Ну, у нас были, как вот Фаня, ее не разбирали, Андрей Марков, старообрядец был. Мы старались вернуть людей, откуда пришел старообрядец, а вернись туда назад. Мы их себе не вербуем, не тянем. Поэтому я вам абсолютно точно говорю, такой общины в этом плане нету. Иначе нас бы было здесь а мы удерживаем людей. Занимайтесь своим делом. Ну, явно видишь, что ты настолько близок к нам и хочется так быть. Ну, пускай так будет, да. Игорь Васильевич, поскольку Марина получила нарекания по этому поводу, я хочу сказать, что у Марины вот этого не было, устава, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, этот устав, он прошел мимо общины, мы его не обсуждали здесь. Второе, здесь написано, членом прихода могут быть все лица православного вероисповедания обоего пола, достигшие 18-летнего возраста, платящие установленные членские взносы, исповедующие причащающиеся святых христовых тайн не менее одного раза в год и ревнующие о нравственном благополучии общины. Все. У Марины другого не было. И по сегодня у нее нет этого. Поэтому Марина здесь ни при чем. Что касается заявлений, да, я побудил Вадима, он написал это заявление. Заявление было передано батюшке свидетель, еще и брат Игорь. И что не рассмотрели, это неправильно. Это неверно. Второе, ты сказал, не ознакомленным было. Вот тут я поправку сделаю. Эти уставы нормальные, которые, тогда я приносил несколько экземпляров и на столе положил и говорил, смотрите, знакомьтесь, они целыми месяцами на столе. Нормальные данные. Да, но вот последний устав он не был. Мы с ним не обсуждали на собрании. Я положил, чтобы каждый мог взять и отдельно считать. Можно? Извини, по поводу того, что мы не обсуждали на собрании, Виктор Андреевич, я не знаю, были вы, не были, мы обсуждали это на собрании и этот устав у нас, я его сам зачитывал полностью. Полностью, да. Полностью зачитывал этот устав. Готов, спасибо. Ну то есть, я хочу сказать, что вы покатали, Виктор Андреевич, Виктор Андреевич, это у Марины вот этот вот устав маленький, который, он у ней есть. Вот прям в такой же обложке. Но она-то им не пользуется. Вот в чем дело. У нас же вот он устав. Вопрос решен. Все нормально, все хорошо. Я думаю так, что если заявление-то подано, батюшке надо поискать. А если не подано, извините перед ним, потому что мы не правы, как так заявление потеряно было. А потом, ну, что там несколько слов написать, напиши заново. И в течение месяца, я думаю, это надо просто где-то провести. И должно быть собрано, принято, значит принято. И не принято, какая причина должна быть четко, ясно выражена и может быть даже в писанном бюджете. Ну, это юристы пусть обсуждают. Это не моя компетенция. Не нативность. Но дело-то все в том, что не просто он подал заявление и все. Он его подал, батюшка его взял и рассматривал заявление. И они потом с Мариной разговаривали, ну, там отдельно. Я просто присутствовал, как муж рядом. И она спросила батюшке, вставляем его в список или нет. И батюшка сказал, вставляйте. Батюшка нарушил правила, которые у нас есть, и превысил свои полномочия. Ну, может не сказал, батюшка секретарь, они примут. Церковно-приходской человек 10 человек. В этом церковно-приходском совете вот, засчитывал человек Баор, здесь, здесь церковно-приходской советы и староста, и сестра, никого не было, никто не знает. То есть, батюшка не прав был, и он должен это сказать. Да, долго. Да. Так что, Анина, говори. Мне интересно, а как тогда они были у нас до этого, до того, как уехать из Миногорска, ведь дети рождались, и они у нас принимали крещение, они что, не были членами у нас, они тут у нас и жена его, и он. Десятину платили. А как они тогда были у нас? Он уже не причащался, он... Ну, это не имеет значения, причащался или не причащался. А как он? В течение года автоматически не причащался, мы сейчас считали, в течение года. Они уже не нуждались, и когда мы за членским злоцем, у нас Десятина называется, Десятина. Такое слово злоцем. Но они там в Акруте-то были, когда они ходили в храм. Они ходили, в храм приезжали. А когда уехали, полностью отошли, тем более, она в таком положении находится, где существует годы эпидемии, если она выйдет с этого положения. Это вопрос решенный. Вот. Значит, а с ним... Так а мы же тоже никто не писал таких заявлений. Вы крещение, которое писали, и говорили на крещение. Это автоматично. Как? Крещение принял, а в общину не принять. Такого не бывает. Так они крещеные, Вадим, крещеные. Вот здесь крещеные. Он говорит, я в числе первых принимал крещение. Мы говорим, в числе первых ты ушел из общины. Почему ты дальше не добавляешь? Так что тут... Ну, вопрос решенный. Мы не правы. То есть я не знал про это заявление. И поэтому, реально, вы правили положение только такое. Перед Вадимом извините и сказать, напиши, сдавай, и заяви. Еще хотелось бы сказать, что он из общины ушел, но не так, как другие-то уходили с помпой. Он просто переехал в другой город, но и перед этим он десятину не платил. Отчего все произошло? Я с ним разговаривал. Он говорит, видишь, я же сейчас опять уеду, меня опять не будет. Я, говорит, как не у вас. Мы с ним разговаривали тогда еще, но это было года три назад, может, четыре. Ну, а сейчас все изменилось уже. И, в общем-то, такого прецедента просто не было. Не было. Поэтому вот такой кувардак и произошел. Там написано, членами могут быть, там перечислятся 18 лет, платищие членские уносят. У него как раз этот пункт не соблюдался. У нас было такое дело, у меня знакомый был очень хороший Александр Дмитриевич Долгов. Тогда общины не было, но мы твердо держали платить десятину. Твердейше было. И, кроме того, к десятине мы все время прилагали. Если на питание у нас 25 рублей, ну, это 70-е годы, ну, кто у меня жил, люди близкие, 25. И теперь, что оставалось от этого, все остатки мы к десятине пригребали. И он уехал, четыре года его не было, вернулся, я хочу быть с вами. Я говорю, я где-то работал, на золотых привисках работал, на бульдозере, на американском. Как его название? Петр Пилар. Вот. Я говорю, какой заработок? У меня, вот все записано. Я говорю, пока ты не заплатишь за четыре года. Говорит, я согласен, у меня деньги есть. Он когда посчитал, а то четыре года, у него получилось все, что у него было, отдать надо. Я говорю, ты готов, конечно, он даже разговаривать не стал. Я говорю, снимай деньги. Ну и все. Я говорю, теперь своими руками ты передашь их. Давай, перечислим, куда деньги эти отдавать. Я их не прикасался. Я видел, что эти деньги сняты. Куда? Ты хотел, чтобы Евангелие издавались в то время? Так их нигде нету. Их издают подпольно. Такие были инициативники или баптисты отделенные. Ну, они печатают, они жизнью жертвуют. Они в подземельях сидят. Им и ГРУ занималось, в ФСБ. Так я готов. Мы пошли к приспить руки и из рук в руки передали. Передать на книгопечатание. Почему? Мы им доверяли, этим баптистам. Они очень хорошие люди. И Евангелие, которые не подлежат продаже, на каждом написано, они не с неба свалились. Их кто-то должен был финансировать. И мы все время в церкви клавали на какую-то сумму. Все время мы церковь не оставляли. Ну, а остатки, то есть большие остатки, может быть, в 80-х, отдавали на книгопечатание. То есть, и он сделал так. Если с Вадимом будет разговор, значит, время его отсутствия, тем, чтобы он помнил, надо будет подсчитать, посмотреть. Вопрос по-другому не может быть рассмотрен. Иначе ты делаешь саморому Богу. Вы хотели что-нибудь сказать? Нет. Вас как звать? Саша. Александр. Ну вот, видишь, у нас как открыто все. Священник, когда священник будет, тогда будет. Если вот Галя привезла и выскажи желание, будет, ну, имею в виду. Только не торопись, уходи. Галя, побыть сегодня на занятиях, хоть раз бы побыл. Задержись. Я не против, если Саша не помнит. Кроме тебя-то его никто не увезет. Потом познакомишься, пожелаешь, что себе что-то расскажешь. У нас тут все на виду. У нас предлежит, впереди уже близко лето, и, ну, есть какие-то еще неопределенности. У кого хранятся мои книги? Поднимите руки. Кроме до этого года. До этого года. До этого года. Которые в этом году получили, не поднимайте руку, еще кто. Все надо будет перевезти сюда при первой возможности. Начнем взбивать вместе. То есть книг теперь, я гляжу, примерно 6 книг полностью кончаются, нету. А остальные позже изданы, еще немножко будет. Нам нужно будет забрасывать примерно 240 книг каждого экземпляра. Это столько, сколько нынче мы раздали. Ну, как Бог благословит. Я гляжу, там начинает температура меняться похожа. Некоторые заходят и видят, когда, а за что, что догнали, называли, на меня говорят, а ничего там нет, ничего и не было, я не оправдываюсь. Я прошу сюда, чтобы Синод, Московская Патриархия, ну, Валтайская краеводь здесь, епархия, как назовем, администрация, созвали тут специалистов и по книгам меня вызвали. Но во свете Библии, еще раз говорю, книги называются во свете Библии. Не во свете того, что вы там сказали, я в этом свете вообще не рассматриваю. Я их рассматриваю во свете Библии, наоборот. На суде Божьем, Бог говорит, Господь говорит, я не сужу, слово Бог будет судить. Я схожу с первой точки, с первого дня, как я уверовал, 50 лет назад. Если Бог будет судить нас по Библии, то, ну, слово Христово, то по ней надо и жить. Вопрос. Вот сегодня слышали, человек подошел ко Христу, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я скажу, что любой сектант сегодня ответит так, веруй в Господа, спасешься. Ты весь дом, то и все. И больше не надо. Дальше они жизни меняют еще. А Христос, это новозаветнее или нет? Христос прямо сказал, заповеди, заповеди. Вот сегодня некоторые обвиняют адвентистов седьмого дня. Вот, ухватились за субботу, они правы, вот в чем дело-то. Что они субботу понимают в ветхозаветнем духе, это неправильно. Мы должны понять, что ветхий завет, закон, десятисловие, дикополит, его никто не отменял. Это вечный закон. Но этот закон переходит на высшую ступень в духовном плане. И каждая заповедь разбирается в новозаветнем духе. Все творят все новое. То есть эти десять заповедей никто не отменял. Суббота, образно указывал на воскресение Христово измертвых. День воскресный. И это легко объяснять. Но они этому не внемлят. Но они правы. Никто не отменял заповеди. Ветхозаветняя суббота, она осталась в новозаветнем свете, во свете Библии. Если какие-то вопросы где-то возникают у кого, вы старайтесь во свете Библии их разбирать. Вопросы? У меня не вопрос, а... Погромче не расставь. Поскольку у меня книг много хранится, и я их не смогу привезти просто так. У меня просьба вот к нашим братьям, шоферам заезжать. Вот как едете сюда, я больше десяти пачек не подыму. Так, Нина, вопрос снятый. Когда растает, когда будет теплая погода? Хорошо. Это не раньше апреля. Ну, братья, вот помните. Ну, просто с кем-то договоришься с братьями. А, Гриша, поможешь ей. Да уж напомнят. А там не так и много. А то я их не смогу. Мы это делаем для того, чтобы собрать, сбить вместе. И когда сюда придет контейнер, грузить это как? Ну, грузите, братья, все как угодно отпрашивайтесь. И еще, мы говорили, на 14-й год наши планы фантастические, но как они могут быть? То есть мы думаем посетить не менее 20 стран дальнего зарубежья. До Португалии, Греции, Англии, Скандинавии и через Прибалтику вернуться. Значит, работать надо по визам, по машине, по средствам. Начинайте прорабатывать. Нам есть что дать. Есть что дать. С чем мы поехать должны? Я уже Валентине Стартисону сказал в подыске человека, который знал бы хорошо не менее двух иностранных языков. Она знает. Она знает. Чтобы начинали работать. То, что нынче нам удалось, и в три раза больше намеченного, ровно в три раза, то это невероятно. Я все еще содрогаюсь во сне, где мы ехали, на каких зигзагах, серпантинах, в горах, и что с нами было, и как мы вот этот Владивосток гнали. Я даже собаку боялся на улице оставлять, только в кабине. Там тигр, усурийский, это лакомая пища его. Он слопает, я даже, говорит, ошейника не оставил. Я все время его с собой держал, пока уже не выехали туда, в Забайкалье. Там уже я его стал на улицу выпускать. Боялся. Нам есть за что Бога благодарить. Научитесь легко переходить на вторую ступень. О чем просили и получили благодарить. Не получили, благодарите, оно и не нужно было, может быть. Я знаю, книги, нужно, они работают. Но я все время говорю, если не нужно, Господи, поставь препятствия, как Эльбрус, накидай эти препятствия, чтобы не было по-нашему, но по-твоему. А от тебя мы это принимем с благодарением. Но это положи на сердце. И Бог просто как-то расположит людей, через кого-то скажет или как-то. У меня сейчас друзей в Мейл.ру пять тысяч человек. Пять тысяч. Отзывы очень разные. Иные молчат, иных пробивает, иные начинают так что просто хулить. Их в черный список. С кем-то расстаться. Я всех выкидываю, кто играет в игры, какие бы ни были. И пивуны, которые поют, они ничего не слышат, не видят. Я ощущаюсь от них. Они глухонемые, они ничего не видят. Вот только свой концерт, 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 и никогда не отвечает, он не читает, видать, ничего. А остальные, бывает, вчера одна женщина прям так возбужденная начала, а к вечеру и начала восхвалять, и уже мы с сыном зашли, и сидели, и смотрели, и радовались, что у вас так, и все. В один день меняется обстановка. Притом мы ничего не даем. Обычно человек, если имеет какие-то ролики, у нас там 500 роликов, все чужие, у нас 700, все наши. То, что мы сейчас делаем. Вчера вещем, как вываривал я моль, и он заснял это все, показал, уже отзывы пошли, уже рейтинг. Тут же, уже через полчаса, стояло вот интернетик, я вилкой, носки достаю из кастрюли, вода течет, показываю кошек, ну и в это время я говорю, конечно. А на маленький такой ролик, ну, довольно необычно написано варяем или как-то с молью. Так, если ничего нет, все, поблагодарить вы не спешите. Братья и сестры, ну, у меня прежняя просьба, она остается, потому что на прошлой неделе не получилось у меня визита к главному специалисту края, потому что он был в командировке. Вот на следующей неделе, в понедельник или во вторник я пойду к нему. Так что, прошу ваших молитвов, святых, простите, ради Христа, надоедаю вам. Вы сегодня будете на занятиях? Да. Оставайтесь на занятиях, пока время есть, завтра может быть все по-другому. Я вам все время говорю о беде, которая над Россией. Россию расчленяют, весь космос наполнил и все. И это теоретически как бы к этому подводило все обстановлено. Не вините ни правительников, это историческая направленность, уже от Бога вымерено все. Я немало не сомневаюсь, что пророчества Даниила имеют силу по сегодняшний день. Я не сомневаюсь, что слова Христа действуют для кончины мира. Ну не может так, чтобы такие пространства пустовали и никого нигде нет. Я вам говорю, Иран, за 30 лет население в два раза увеличилось. Больше половины населения до 30-летнего возраста. Сравниться с нашей статистикой-то. У нас вымирание идет, народ изжил себя, и патриоты, которые говорят, что мы восстанем, может быть и восстанут. Но нельзя такими быть упертыми. Наша, как собака на сене. Поэтому ты молись, чтобы правителям Бог дал ума. И если они поселяются здесь, а они нас угнетают, ну говорят там, эти чурки-то, эти вот казахи-то, а вот эти-то другое, они не чурки, они с глазами. Да они такие. Я говорю, я был во Фрунзе, ну а там наши жили в Оранцовке-то. И однажды я иду с братом. Мой брат молодой, Иосиф. И в это время какая-то драка с русскими. И эти, которых погнали, русских-то, они пробегают мимо нас, но они издалека-то не видят, то ли они пробежали, то ли идут. Ну вот тот подбегает, а тот кричит, аксакал! Тот глянул и побежал дальше. Да у нас какой аксакал? Самый уязвимый, его стоптали бы меня и все. А брат молодой, ему дали колотушку и в кювет. Но они не стали, потому что в драке то участвовал или не устал. Нам еще поучиться надо. Ниндзоров ставил фильм такой, кажется, «Чистилище». Ну он расположен к чеченцам, но расположен, ну по делу-то он показывает. Вот что можно, что нельзя. Там есть один какой-то фильм чеченского они боевика захватили, но он мальчишка совсем. И они его ведут, чтобы он показал дорогу. И там получат белье чеченские там женщины, они его послали, а там молодые девушки. А когда он вернулся, не убежал, вернулся, потом они его задушат. Вообще безумцы какие. И у него спрашивают, девка-то как-то другое, ты-то не гость, он говорит, у нас это не положено. Он, я ни женщины не знаю. А те так удивленно смотрят. Нам поучиться надо еще, а не осуждать. Если Бог отдает земли, не удивляйтесь, что Израиль когда шел, и жившие народы просто Бог уничтожал их. Нам нужно закрепиться на этом, что без воли Божьей одна волосинка не упадет. Вот сколько у меня выпало волос, и все они по воле Божьей. К слову сказать, Виктор Андреевич, у меня тут что-то было, почти все исчезло. Я святой водой тер каждый день. Ну какая-то как шишечка, и мне она не была, она мешает мне. Ну я водой тер, тер, бежу все равно у меня, стало меньше, меньше, и на нет сошло почти. А я уж думал, может вырезать ее, говорю, надо. И так Бог сделал, так я удивляюсь. Тут повреждение, тут исцеление, Господи, как все-таки удивление. Дивный Бог. Так, знаете, еще один вопрос. Русские говорят, или все, или ничего. Такая поговорка. А еврей говорит, копейка да моя. Так я хочу сказать, что еврей прав. Если у вас на книге, на издании книг, будет желание что-то, хотя бы один том издать, вы где-то себе отдельно храните, никому не отдавать не надо. А Людмила Степановна скажет, я столько-то могла бы дать. И мы посмотрим. Если 340 наберется, это, конечно, колоссальная сумма, то один том я все-таки хотел бы издать. И, конечно, четвертый том. Четвертый, потому что стихи, которые нигде не появлялись. Вчера показывал сухари наши там, когда снимали-то, и тебя назвал по имени и фамилии. Щукина Неанила, наша благодетельница, как она готовит. Попутно не просто я одних этих молевых и там травил, а рассказывал, что где у нас, где. То есть, изничтожено, можно излечь полезно. Ничего нет, поблагодарим, не расходитесь, попойте. И здесь позанимайтесь. Так, чуть не забыл сказать. У Надежды Васильевны практически, я понял, уже все к концу подошло, да? Набирайте себе, ночевайте. Сегодня Любовь Николаевна, вот она, ночевала. Кто хотел? У меня тоже практически как общежитие. У меня, я могу принять минимум 4 человека, ночевать. Из мужчин, конечно. Так что, имейте в виду, сестры, братья, у нас в общежитии образовалось. Геннадий, у меня просьба, Геннадий, просьба, у меня в четверг дочь летит из Бельгии. Погромче. Дочь из Бельгии летит ко мне в четверг. По Малетискому Богу. Так, это действительно, дочь летает, просто я уже много раз ей сколько встречались, говорили, она установила все это, отношения. Да. Все, поменчались? Нет, не поменчались. Ну, значит, это называется в церкви одним словом. Нет, они приедут. Смертный грех. Смертный грех. Поэтому мы просить будем, чтобы из смертного греха Бог ее вывел, открыл очи, чтобы она была спасена. Вот они приедут. Я понимаю, я поэтому говорю, ты сама знаешь, о чем мы говорим. Да я сама. Что, я желаю блага. А то мы, сохрани, а еще сохрани, сохрани в грехе. Нет, мы не можем так. Допустим, человек пошел, говорит, ты благослови меня. Я говорю, а куда ты пошел? Ну, благослови тебе, какая разница? Ну, добился куда? Да мы сегодня магазин грабить собрались. Ну, еще магазин грабить. Я же с ним встречаюсь в заключение один. Я говорю, у тебя обиды кого есть, молиться ты хочешь? Ты прости всех. Я всех прощаю, мать не могу простить. Я говорю, а почему? У меня поезд был, живые помощи, живые помощи, он говорит. Я все время ходил, сколько мы грабили, воровали, и не попадались. А мать говорит, за дело грязно постирать. Я забыл надевать, пошел и попался. Как бы это оберег этот поезд-то был, так-то мать виновата, что я сижу. Ты умею или нет? Так что, молиться надо знать, о чем конкретно. Выйти из греха и всем сердцем, умом, крепостью служить нашему Господу и Существу. Он достоин того. Баргарита зовут. Благодарю. Достойно есть, окол истину, блажить Тетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения с Серафим, без истрения Бога Слово Рожжую, сущую Богородицу, Тя величаем. Господи, слава Тебе за милость Твою, что открылся нам в Слове Твоем, в Святой Библии. Господи, благослови всех, кто был с нами и ушел, кто заблудился, кто пал, восстави всех и приведи всех нас к желаемой пристани, царствию Твоему, и веди туда навеки. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. Услыши молитвы тайны всех нас и благослови в пути эту женщину. Тебе слава за все. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Аминь.